Давай в подкасте всю запрещенку соберем. Давай еще сейчас про Китай, о чем говорится. Твиттер, Оксимирон, там еще что-нибудь. Это не ситуация Коберслава. Коберслава у меня там свои причины были покинуть команду. И однажды вы скажете Федору комиксу, помнишь, ты меня не взял? Ублюдок. Всем сквош, стретч и охайо, дорогие друзья! Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета «Кто здесь аниматор?», где мы говорим о мультипликации, компьютерных играх, режиссуре, сценаристике и вообще обо всем, что связано с большой, дорогостоящей и интригующей индустрией анимации. С вами ведущие. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград» и Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Партнер подкаста «AnimationSchool.ru» Топовая онлайн-школа для всех, кто хочет создавать мультфильмы, компьютерные спецэффекты и компьютерные игры. Мало кто знает, что в онлайн-школе «AnimationSchool» преподает самый настоящий Атаку Дмитрий Шрамко, который просмотрел нереально большое количество аниме-тайтлов и недавно исполнил свою мечту работать в Японии, делать настоящее аниме. Еще меньше народа в курсе, что среди наших российских соотечественников есть много крутых мастеров анимации, которые работают над большими аниме-проектами. У нас в гостях представитель этой редкой когорты людей, Святослав, известный в сети как Евакой. Он работает над бличом, магической битвой, делает аниматики для геншина и вообще очень крутой спец. Те, кто смотрит наш подкаст на ютубе, могут убедиться в мастерстве Святослава, потому что пока я говорю это, на экране крутится его шоу-рилл. Так чем же японский пайплайн отличается от нашего? И вообще, в чем секреты аниме? Как попасть в штат работников? Давайте основательно расспросим об этом всем Евакое. Погнали! Хочется от тебя услышать такую, знаешь, небольшую визитку, чем ты именно крут, для тех, кто еще не понял этого, для тех, кто не перешел заранее по сути, посмотрел, о ком идет речь, чуть-чуть про себя рассказать. Ну, я вообще паренек из России, из Барнаула. Я в свое время заинтересовался анимацией, начал фигачить, фигачить, фигачить. В итоге дошел до того, что сейчас работаю в аниме-индустрии с большими достаточно проектами, такими как Плич, Магическая битва, Рекоменция безработного, Барута, Черный клевер. В общем, много-много-много разных сёнинов, много разных, в принципе, известных тайтлов. И все это дело примечательно тем, что нас совсем немного. То есть японцы только сейчас начали свой, так сказать, путь в глобализации, и поэтому как бы аниматоров, которые работают из России, там, ну, человек 10 всего. И причем, если есть вот достаточно популярные люди, типа Ван Пича, Олега Косицына, они совсем немного работают, то есть они берут там по заказу в год. Я же беру очень много заказов, и сейчас я вышел на первое место по количеству аниме-проектов, в принципе, в России. Со мной интересно разговаривать именно вот в плане того, что я знаю про японскую индустрию, про pipeline, наверное, не скажу, что больше всех в России, но, во всяком случае, я точно считаю себя компетентным в этом вопросе. Ты знаешь, это крышесносно, то, что наш слушатель и зритель, который вдумчиво всегда смотрит наши подкасты, он сейчас берет себе на заметку то, что японцы нанимают российских авторов. То есть японская анимация заинтересована в том, чтобы набирать себе аутсорсы из других стран, и в том числе открыт путь как бы совершенно спокойно для российских авторов и ребят. Как правильно, кстати говоря, произносится никнейм твой? Эвакой, Эвакой и... Эвакой. Эвакой. Заказчик к тебе как обращается обычно? Заказчик к тебе так и обращается обычно Эвакой. Эвакой. То есть поникненно. Ну, я просто видел так в титрах тысячу. У них еще обычные как бы приставки все, поэтому они... Это Эвакой-сан или Эвакой-сама, или... В общем, у них это вежливое обращение должно быть всегда. Ко мне, на самом деле, иногда из России обращаются так, и я не очень люблю, когда ко мне говорят, типа, Эвакой-сан русский, потому что это, ну, так, немножко странно звучит наш язык. И у тебя сразу триггер срабатывает, что ты говоришь заказчикам, и такой, ой, нет-нет-нет, только нет. Только не опять. Как вообще произошел этот замечательный вход в японский заказ? То есть через как? Как тебе так просточиться получилось? Вообще, в принципе, ко мне написали в Твиттере, в Твиттере предложили работу над Черным Плевером, первый у нас сериал был в 2021 году. А пришло это все к тому, что я достаточно долго и вдумчиво работал над своим портфолио, чтобы оно соответствовало японским критериям. А именно, вообще, я узнал о том, что можно работать с японцами от заграждан нашего Вампича. Вампич, я уже его упоминал, это русский аниматор, который первый вошел в японскую индустрию из России. Он в 2020 году поработал со студией Триггер, со студией Бьерот, как раз над Черным Клевером тоже, и над, если не ошибаюсь, Григлоном. Я увидел, что русский человек работает в аниме, очень сильно вдохновился, и решил, чем я уже начал работать над своими анимациями. Я уже какое-то время в тот момент пытался пробиться в различные проекты, там и у Федора Комикса из российских, там заказы делал какие-то с рубежом, то есть там, ну просто брал заказы, в общем-то, ничего там такого сложного не было. И в итоге я пришел к тому, что мне нужно собирать портфолио и выкладывать его в Твиттер, потому что в Твиттере сейчас основное число продюсеров, которые работают на японские студии. И там есть некоторые заморочки с пайплайном, то есть даже если ты хорошо рисуешь, то не факт, что к тебе обратятся, потому что ты не будешь знать, как именно оформлять работу, как получать работу. Нужно быть подготовленным максимально к заказам. И из-за того, что сейчас многие, как бы, аниматоры не сильно подготовлены, которые просто, ну вот молодые ребята особенно, которые тоже хотят получить работу от аниме, там студии, они зачастую приходят без единых знаний, просто там умеют анимировать хорошо. И в итоге у них там много ошибок, в частности по пайплайну, и их потом... Сейчас японцы не сильно любят, на самом деле, брать заказы, только вот у проверенных ребят. Понятно, что это частая проблема, когда сначала аниматор работает сам на себя и в своем спокойном темпе, может быть, поработал в каких-то командах, но опять же в свободном темпе, потом он переходит на большое такое вот прям конвейерное мощное производство, когда там огромная машина работает, огромного зверя надо кормить контентом, то они просто не справляются с этим напряжением. Это на самом деле в любой сфере так, всегда так будет, в любое творческое. Интересно, в чем разница. Смотри, я даже не знаю, с чего начать, с чего подкрасться. Во-первых, есть два глобальные проблемы. Ты упоминаешь определенную соцсеть, благодаря которой ты попал в заказ через Няпонию. А сейчас эта соцсеть, мало того, что переименовалась, так она сейчас очень сильно ограничена для отечественных сограждан. Есть ли, может быть, какой-то другой заход все-таки? Вообще, я удивился, что именно Твиттер, потому что, казалось бы, да, мы настолько привыкли к запрещенному грамму, что типа все туда постоянно скидывается, или на Ютуб, что очень неожиданно, что это именно срабатывает через ту соцсеть, которая изначально предполагалась не для графических работ, а исключительно только для текста. Я могу даже рассказать, почему. Прикольно, давай. Японцы, в принципе, очень консервативные люди. Казалось бы, они такие технологичные, цивилизация, но, тем не менее, вот по менталитету японцы очень консервативные люди, и зачастую мы работаем с Твиттером просто потому, что нет альтернатив для самих японцев. То есть они не могут искать там где-нибудь в Инстаграме, просто потому, что они в нем не зависают, так сказать. Потому что их там нет. Как появился вот Твиттер там, типа в каком-то 2007 году, по-моему, да? Они в него зашли, и типа все. Остальные соцсети уже как-то игнорируются. У них есть еще Лайн, в принципе. Но Лайн для зарубежных аниматоров не подходит, потому что в Лайн нет аккаунтов. Ну, типа там на японском все. Для англоговорящих аниматоров все-таки Твиттер гораздо более подходит. Он, в принципе, распространен. Да что там говорить про консерватизм японцев? Они же на бумаге зачастую работают все еще до сих пор. Поэтому есть такое, что это, в принципе, консерватизм японцев – это большая обширная тема, на которую стоит говорить, потому что сейчас очень много, в принципе, боязни того, что там искусственный интеллект захватит мир, а мы тут сидим на бумаге рисуем анимацию все еще. Так что, да. Большое количество японских продюсеров, они достаточно, им там по 50-60 лет, поэтому для каких-то таких более современных технологий они не сильно приспособлены. Я не знаю, возможно, они просто не хотят переходить на какие-то новые соцсети. Ну, может быть, поэтому с этим и связано с расширением интеграции с аутсорс-заказами, потому что как раз постепенно переходит в диджитал и становится неприципиальной работой уже на бумаге. То есть уже не надо делать заказ в студии, а можно участника взять. Я бы не сказал, что это проблема, что это причина, почему сейчас начали много фрилансеров нанимать. Вообще, на самом деле, у японцев такая штука, что у них просто количество аниме, поскольку аниме очень сильно выстрелило в Америке, в принципе, на Западе, в Европе, везде. Много людей теперь смотрят аниме. Это стало таким мейнстримом, да. Из-за этого количество тайтлов, которые выходят каждый год, оно очень сильно повысилось. А количество аниматоров-то не стало больше людей, которые анимируют, а такое же оно и осталось. Вот это безумное количество контента, которое нужно производить, на него не хватает рабочих рук. Поэтому, собственно, и нанимают, начали нанимать из-за рубежа. Уже достаточно давно работают аутсорс-студии китайские, корейские, вьетнамские. А сейчас еще и фрилансеры подключились. Так что как-то так. Мы сейчас как раз делаем... В сентябре у нас вышел ролик на анимешн-клабе по поводу истории китайской анимации и даже те небольшие отрезки из Дон Хуа, которые мы выкладывали, Дон Хуа, да, там видно, что, конечно, китайцы осваивают аниме семимильными шагами, вот стилистику ту, которую мы привыкли считать анимешной. Специфика, да, самого термина аниме, она очень... Это очень сложная тема, я согласен. В многом у меня было дебатов по этому вопросу, так скажем. Ну, как то же самое, что Дон Хуа, да, когда мы говорим, типа мы имеем в виду, что это конкретно географическая привязанность. Это как вино маркировать, да, вино с географической какой-то, как это называется. Короче говоря, ну, понятно, да, это привязка к географии идет какой-то, и очень сложно вообще всему миру об этом говорить, потому что весь мир привык, что анимация, она как бы на разных континентах, она выглядит примерно одинаково. И тут японцы такие, типа, у нас есть аниме. Это вот наша фишка. Но еще тут такое дело, что, опять же, анимация сильно меняется, особенно в современном мире, поэтому термины, я считаю, что тоже должны меняться. Если у нас сейчас идет глобализация, то есть все работают на всех, там аниме производят китайцы, корейцы, кто угодно, мы можем, в принципе, отходить от вот этой вот привязки к территории, потому что от привязки к территории, по сути, креативность-то не зависит, то есть стилистика, она только прогрессирует вперед, она не должна оставаться на месте и как будто быть привязанной вот к этому одному острову какому-то. Ну вот готовы ли сами японцы уходить от этого термина еще, потому что здесь... А японцев у них и нет этого термина, японцы сами считают, что аниме — это вообще, в принципе, любая анимация. То есть они же там вот эти истории про то, что наши советские мультики они называют аниме, они называют аниме и любые 3D-шные мультики из Америки, так что... Ну потому что этот термин — просто анимация, да. Да, просто мультфильм, по сути. То есть это мы сами придумали такой стереотип, сами об него и спотыкаться начали. Примерно так и есть, да. Но специфика у жанра, тем не менее, ярко выраженная. То есть если мы смотрим на что-то анимешное, то мы как бы... Если мы видим большие глаза, да, усеченное количество FPS, проработанную сакугу, какую-то вот определенную физиологию тела и прочее-прочее, то мы как бы автоматически перевезем к этому термину аниме, хотя сейчас даже можно уже говорить там Дон Хуа, например. Но я с этим сильно не согласен, на самом деле. Интересно, послушать твое мнение, да, на этот счет. Я считаю, что просто вот эти вот все стереотипы, которые обычно как раз отдают характеристику термина аниме, они сейчас изжили себя. То есть вот то, что мы говорим, что большие глаза — это обязательно аниме. На самом деле, по сути, это просто авторы, которые были в Японии, в какой-то момент начали копировать за чем-то популярным. То есть у них стало популярно большие глаза делать, они стали делать большие глаза. Сейчас, если мы посмотрим на большинство популярных проектов, у них не будет больших глаз. Возьмем, не знаю, те же «Атаку титанов», «Магическую битву». В принципе, во всех этих работах более-менее анатомичный дизайн. Гораздо более анатомичный, между прочим, чем дизайн тех же «Картунетворк». Ну, там вспомнить ту же вселенную Стивена, мне кажется, что там глаза гораздо больше. Более того, количество FPS, как тоже было сказано, это тоже такая тема очень спорная, потому что надо понимать, что любой продукт делится на какие-то стадии подгруппы по качеству, потому что есть проекты, которые делаются очень вовлеченными людьми, которые готовы отдавать всего себя на проект. Вот, например, любая качественная адаптация сериала, возьмем студию «Кловерворк», «Стрингер», «Магическую битву» новую, возьмем, я не знаю, первые три сезона «Атаку титанов», это все были проекты, которые сделаны амбициозными режиссерами. Поэтому качество там гораздо выше, чем в среднестатистическом аниме. А есть также еще проекты, которые гораздо хуже, чем в среднестатистическом аниме. Вспомнить тоже XR, например, который там совсем провалился. Понятно, что есть какой-то фактор того, что жертвуют там количеством кадров, жертвуют, чтобы был нормальный продакшн. Это скорее не фишка аниме, а фишка того, что очень сложно производить в больших количествах много контента. Я уже об этом говорил, что чем больше сейчас проектов производится, тем сложнее среднестатистическому аниме выглядеть хорошо. Ты как раз просто упоминал еще про пайплайн определенный. В любом случае есть какая-то специфика, которая начинает чувствоваться, мне кажется, что когда мы говорим про инди-сериал, мы чувствуем влияние инди-продакшна. Когда мы говорим про Pixar, мы чувствуем влияние пиксаровского продакшна. Когда мы говорим про исторические какие-то вещи, возьмем Асаму Тедзаку, возьмем Союзмульфильм, возьмем Дисней от тех же лет, мы будем чувствовать определенную специфику продакшна. И вот здесь как раз интересно, как влияет вообще пайплайн, как ты сказал, что он особенный японский. Вот все это как влияет на японскую анимацию, на японское производство. Я попытаюсь уходить от термина аниме, благодаря тебе. Я бы не сказал, что от него нужно уходить. Я бы сказал, что термин аниме — это хороший термин. В свое время популярный блогер Гигг сказал, что аниме — это бренд. В целом я с ним насчет этого более или менее согласен, потому что именно в том плане, что аниме стало очень популярным, аниме стало мейнстримом, поэтому все хотят делать свое аниме. У любого артиста сейчас российского есть свой аниме-клип. Это тоже такая фишка сейчас. Вот там вспомним. Егора Крида, Баскова, Белюкозу. Много достаточно примеров. У шамана пока нет, конечно, упущения. Это, наверное, было бы эпично. У Славы Мерлоу есть. В общем, у многих исполнителей была такая мания в 2021 году, когда был ковид, когда все сидели дома и смотрели аниме, сделать свой аниме-клип. Мне кажется, что это один из таких самых очевидных показателей того, что аниме выходит в глобализацию и становится брендом. Надо Лолите предложить, вот кому. Лолита анимешная. Я бы с радостью посмотрел тогда. Король и Шу, да, не дотянули чуть-чуть. Вот это тоже интересно будет делать. Но я думаю, что фанаты сами там разберутся с этим уже. К этому все идет, особенно после этого клипа про Мику и Горшка. Так вот, давай про пайплайн. Что же там такого специфического? Почему многие ломаются об этом? Ты сказал то, что есть особый пайплайн. В самом начале разговора ты упомянул то, что есть пайплайн японского производства. Хорошо, хорошо. Все, понял, о чем речь. В принципе, производство в Японии достаточно сильно зависит от условностей и терминологии, потому что в японском индустрии очень много правил, негласных правил в основном, по которому следует любое производство. Есть буквально книги на тему того, как делать там движение камеры. И это там книги по 100 страниц, на которых расписано любое движение. у него есть свое название на японском, у него есть там свои места применения, свои указания в таблицах с кадрами. В общем, неподготовленному человеку будет очень трудно прийти в индустрию и сделать сцену, не зная о всех условностях. То есть, если он как бы, у него есть перед глазами эта книга, он знает, что если ему там нужно сделать панораму вверх, то он там напишет определенные буквы, укажет определенные стрелки на таблицах и у него все будет, все пойдет как по маслу, у него все хорошо будет. И зачастую, из-за того, что аниматоры молодые не знают вот этих всех условностей, когда дело доходит до производства, решеру приходится переделывать вообще все, что они сделали. То есть, буквально каждую сцену перелопачивать на применение вот этих вот всех фишек, которые нужны для грамотного производства. Поскольку производство в Японии очень быстрое и нужно производить очень много за короткие сроки, оно очень систематизировано, и это хорошо, но вот эта терминология, ее очень трудно узнать, потому что, опять же, ресурсов совсем немного, и в основном они все на японском, поэтому там приходится переводить, смотреть, искать. Именно поэтому я бы сказал, что очень долго я входил в эту индустрию. Я узнал про Пича в 2019 году, и я потом примерно год работал над своими анимациями, и вот когда у меня в принципе был уровень уже более-менее достойный для того, чтобы поработать в самих сериалах, я решил, что мне нужно срочно изучать весь pipeline. И я долго сидел на тематических дискорд-каналах с аниматорами различными, которые объясняли по крупицам вот эти все знания, когда у них было время, искал документы. и у нас даже было такое, что вот группа дискорда собралась из 15 человек примерно, и все мы старались пробиться в индустрии, в основном это зарубежные люди были. Вот сейчас, спустя три года, мы все еще вместе, и работаем уже на большом сериале, там вот кто-то поработал с опенингом Блича, кто-то там поработал в магической битве, кто-то там работает на атаке титанов. В общем, группа из людей, которые разделяют интересы друг друга, которые пытались пробиться в эту индустрию. Это было самое важное, потому что, когда ищет не один человек, а ищут 10 человек вот эти все материалы, гораздо проще и быстрее всю базу, которую необходимо собрать. И таким образом, как бы, у меня это тоже получилось. Я знаю людей, которые начали анимировать со мной и сейчас работают режиссерами в больших проектах, типа как бы, там на целых эйдингах, то есть люди дошли гораздо больше, чем я. Но опять же, тут все зависит от вовлеченности. Я просто такой человек, который не верит в талант, я считаю, что всего можно добиться своими усилиями. И поскольку всего можно добиться своими усилиями, пропорционально эти самые усилия определяют прогресс. И вот у меня, например, прогресс до того момента, как я дошел за 5 лет. А есть люди, которые за 5 лет прошли гораздо больше, потому что они гораздо больше вкладывали каждый день своих усилий. Но я, к сожалению, терминатор, поэтому у меня так не получилось. Я, в принципе, в 2017 году мне хотелось сделать вообще все, потому что я был, мне было 14 лет, я был очень творческим подростком, который хотел работать сразу везде, во всем. Я хотел быть композитором, там, писателем, режиссером, причем игрового кино, а не анимация, быть актером в какой-то момент. И все эти интересы, они как бы наслаивались друг на друга, и я постоянно менял свой фокус. То есть я две недели позанимался бы тем, две недели позанимался этим. У меня, естественно, ничего не получалось, потому что я был, во-первых, подростком, во-вторых, я недостаточно вкладывал усилий. В какой-то момент я решил, что нужно мне сосредоточиться на чем-то одном. Это привело к успеху. Если бы я все так же продолжал бы делать все и сразу, у меня бы ничего не получилось. И вообще произошла такая история. Я в 2018 году, я вообще никогда не знал про анимацию, не знал, как ее делать. Я немножко рисовал уже какое-то время, там, ну, буквально месяца два-три. Я очень фанател с Федора Комикса, то есть он выпускал тогда как раз свои работы по студии Феникс, и у него в тот момент начался наборный коллаб. Очень хотел мне поработать с ним, с Федей. Я тогда решил, ну, сейчас сяду и сделаю себе работу на портфолио, как бы одну работу. У меня было всего неделя, я сел и за доп.анимейт, и вот за неделю сделал там свои 10 секунд покрашенной анимацией, вообще первый раз коснувшись всего инструментария. То есть я никогда до этого не работал с покадровой анимацией. Естественно, меня не взяли, потому что это была моя первая работа, и как бы для портфолио это не пойдет. Но тогда у меня как раз и выстрелило в голове, что я должен сфокусироваться на чем-то одном. И я начал фигачить-то вот с того момента. Я начал, мне захотелось доказать, что я могу, особенно как раз Федору Комиксу, я там еще потом через 3 месяца пытался к нему пасть, наверное, на сериал Дух моей общаги. Меня тоже не взяли, и я тогда, помню, я очень сильно расстроился, потому что мне казалось, что я сделал большой прогресс на тот момент. Вот. И, собственно, мне очень хотелось себя доказать, сделать какие-то крутые работы. Вот. И я делал, делал, делал. В какой-то момент я нашел печа и начал уже в другую сторону немножко копать. Через 2 года, когда я уже поработал в аниме, я встретил Федора Комикс и рассказал ему эту историю, и мы там с ним поговорили. Это было очень прикольно. Как сложилась судьба, что вот так я начинал с этого и закончил совсем в другом месте. Всем бы на самом деле такое СДВГ подростковое, чтобы оно заканчивалось тем, что человек реально находит свою стезю и начинает в ней развиваться. Это, я думаю, для всех, я понимаю, что подкаст у нас мало, кто совсем-совсем молодежи слушает, но я очень надеюсь, что те ребята 13-ти, даже я скажу 12-ти, 16-ти лет, которые нас слушают, сейчас возьмут этот пример и поймут то, что действительно, я сейчас не говорю про анимацию, я говорю про то, что у вас огромное количество интересов у всех. Я себя все еще очень хорошо помню в подростковом возрасте, возможно, потому что я очень часто как раз с детьми работаю, с подростками, со старшей школы и так далее, я понимаю, насколько глаза горят от всего и насколько всем хочется заниматься, и я понимаю, как редко реально удается выделить какую-то вот одну определенную хордочку и по ней начать двигаться. Я как бы сам-то смог для себя найти только там к концу 20-х своих, то есть ближе к 30-ти лет, хотя до сих пор не уверен, что точно нашел. Давай немножечко еще поговорим про твой взгляд на, может быть, так вот завернем, давай, на перенос каких-то фишек японского производства на наши отечественные рельсы, потому что, ну, мне кажется, что, я уже говорил на нескольких подкастах, в нескольких там разговорах, что мы очень выгодно на самом деле находимся, во-первых, российская анимация была разрушена, советская школа была уничтожена, да, и на нее руинах пришлось строить все с нуля, и мы на самом деле находимся сейчас на таком стартовом этапе возрождения ренессанса российской анимации, где, во-первых, у нас еще достаточно свободные головы, мы можем забивать их разными полезными вещами, то есть даже Animation School, несмотря на то, что он существует уже, да там почти скоро будет уже 15 лет, как существует Animation Club, Animation Club существует 15 лет, Animation School существует 10 лет, я понимаю, что там типа уже 10 лет существует школа и все такое, она преподает, но мы продолжаем каждый месяц буквально хватать какие-то новую информацию и внедрять ее в обучение, потому что, во-первых, сама анимация мировая в живой очень процесс, во-вторых, как бы то, что происходит в российской анимации, оно все еще очень как губка ярко впитывает все, и во-вторых, мне кажется, что мы находимся вот на этой периферии всех-всех-всех стран, мы привыкли общаться со всеми государствами и с востоком, и с западом, и с югом, с большим удовольствием потребляем со всего мира весь контент, который к нам приходит и можем взять какие-то фишечки, это здорово, когда наши соотечественники работают над иностранных коллег и могут оттуда тоже принести, как Петр Первый, привести в Россию какой-то прогресс, и вот интересно, например, как ты думаешь по поводу внедрения, например, ускоренной терминологии в отечественный пайплайн, вот то, что ты упомянул, мне кажется, что это прикольно, можно ли это на российские рельсы поставить, добавить, расписать кучу терминов, вот меня знаешь, что поразило, мы как раз про японские фишки в кинематографе, сейчас делаем ролик, не уверен, что к выходу подкаста он уже выйдет, но надеюсь, что успеет выйти, и там как раз мы разбираем всякие различные трюки, как, например, там цирк и Тано, удар обари, вот, то есть такие легендарные вещи, которые появились в японской анимации, которые в результате начали перетекать в западный кинематограф, и часто теперь используются там, там вот эти, цирк и Тано, для пояснения, для тех, кто слушает, а не смотрит, цирк и Тано, это уворачивание от огромного количества снарядов главного героя, ну, центрального объекта, удар обари, это когда мы сосредотачиваем все внимание на каком-то ударе, эффектном ударе в кадр, благодаря которому зритель, как бы, подсознательно немножко вздрагивает, ощущает удар на себе, вес этого, тяжесть этого удара, и таких трюков много, таких названий очень много, терминологии, и мне показалось, что это то, чего не хватает, наверное, у нас, в нашем пайплайне, некоторых названий, может быть, даже выделяющих аниматоров, которые придумали их, это, потому что это круто звучит, да, вот если бы там, например, пауза бронзита была бы, вот такая какая-нибудь, из современных, возьмем, или там, меланхолия Норштейна, которая появляется в производстве, мы его произносим в пайплайне, и все такие сразу только, ааа, понятно, о чем речь идет, мне кажется, что такое тоже вполне себе, можно было, или вот там, Бориса Дежкина, вспомним, легендарного нашего, только что я Чаполин смотрел, просто мне было интересно снова освежить в памяти тот самый советский мультфильм, вот, например, шаг Дежкина, вот он есть специфический, во всех его мультфильмах, которых он делал, у персонажа есть прыгучий шаг, который они делают, как бы, немножечко слегка пританцовывая, сразу в виде этого сразу можно скопировать, ну, в Atomic Heart, да, вот в трейлерах попытались скопировать, собственно говоря, Дежкина, и мне кажется, что как раз вот это там не сработало, потому что, если бы они больше эту прыгучесть создали в персонажах, то больше бы читался этот советский стиль, но мне кажется, нам такого не хватает, как ты на это смотришь? Мне очень нравится, как это звучит, но, к сожалению, не хочу разрешать, я про фишки говорил не совсем про такие фишки, как, например, цирк Итана, там, ютопол, кубы, или еще что-нибудь в таком роде, я скорее говорил про терминологию киношную, терминологию того, как с технической точки зрения это все воплотить, и это не особо имеет смысла применять в российской анимации, просто потому что у нас нет такого количества анимации, которое должно быть систематизировано, потому что, когда мы говорим про японский pipeline, он такой быстрый и такой усложненный, потому что он вынужден таким быть, потому что проектов очень много, а когда проектов не очень много, это все только будет мешать, то есть это, как сказать, нагромождение многих-многих терминов, которые, во-первых, их надо будет сначала выучить, а потом их нужно будет применять, и эти вообще вещи на самом деле применяются подсознательно, то есть любой аниматор, который работает с анимацией, он сделает примерно то же самое, просто это не будет настолько же технически систематизировано, то есть, например, любой аниматор из твиттера, который там работает с японцами, он может очень просто сделать крутую камеру, поставить ее, чтобы она двигалась во все стороны, чтобы она там тряслась в нужные моменты, но как бы он не сможет то же самое сделать на таблице, то есть, когда ему нужно будет заполнять таблицу с кадрами, а японцы все еще заполняют экспедиционные листы, в которых нужно указывать все, он не сможет этого сделать, я вот скорее про это говорил, что технические трудности, они вот происходят из такой вот сложность систематизации. Я просто как пример использовал все вот терминологии из спецэффектов, просто как один из примеров того, что вообще-то терминология и правильное использование слов, у нас такой филологический сегодня подкаст, во-первых, мы выясняем, что такое аниме, теперь мы выясняем, что есть определенная терминология, это помогает систематизировать все знания и быстрее искать понимание между режиссером, продюсером, анимационной командой, лидом, ну вообще всеми этапами производства, то есть там типа вот в этот момент у нас там типа над Лео и Тигом работаем, нам нужно вот такой вот список терминологий, вот здесь вот там Лео делает удар о баре, все такие типа а, ясно, хорошо, понятно, как это дальше делается. Мне кажется, что это бы сильно ускорило производство, но опять же вот я естественно, что с тобой соглашусь, что у нас пока что нет такого гигантского конвейера, хотя надеемся, что он появится, из-за которого придется очень быстро, а с другой стороны, знаешь, вот учитывая специфику менталитета, а здесь придется ее учитывать, потому что с азов, да, каких-то общей философии, которая находится там еще на начальном этапе формирования личности, в традиции, которая передается, и несомненно, как ты правильно опять же сказал, да, что у японцев традиция, она сильно выражена, без нее никуда. История про то, что художник рисовал очень долго и от истощения умер, она возможна в азиатских странах. Мне кажется, что в Восточной Европе и в Европе как бы мы не можем о таком говорить, что типа художник так много рисовал, так долго рисовал, увлеченно, что в Ристоте просто от истощения отбросил коньки. Ну, я вот такого у нас не вижу. И мне кажется, что здесь тоже есть определенные вот наши... Я не знаю, просто ты в итоге в отечном производстве каком-то сейчас работаешь иногда или нет. Мне просто интересно, у тебя возникает этот эффект матрицы, когда типа только что пули летели быстро и тут ты переходишь на отечественные проекты и пули начинают меренно лететь. И ты такой, блин, как все размеренно. Я стараюсь не работать с отечественным производством не потому, что мне оно не нравится или еще что-то, просто потому, что мне кажется, что у нас все еще не хватает хороших режиссеров и то, как бы они режиссировали анимацию. Ну, у нас в принципе не хватает проектов, на которые можно этих самых режиссеров позвать на самом деле. Потому что, кроме Кидайслава, то особо я сейчас не смогу вспомнить какие-то такие дэдэшные анимационные проекты, которые сейчас выходят на большой уровень. Ну вот, если что, может быть, объяснялкины, но опять же, это такой проект калибра Ютуба, так скажем. Это не проект калибра серьезный какой-то сериал с большим количеством серий. они там делают по серии в полгода и в год. И то, что мне кажется про режиссеров, я на самом деле это начал замечать через какое-то время после того, как я закончил работать с Рикони. Рикони — это блогер со своей анимационной студии в России. Обязательно послушайте, уважаемые друзья, обязательно послушайте подкаст с Рикони. Он у нас был записан, выходил, как раз непосредственно Софья сама рассказывала про свой опыт. и всем тем, кто был на слете на выступлении Рикони. А, да, и посмотрите, пожалуйста, трансляцию со слета аниматора 2023, где, собственно говоря, с командой Рикони мы тоже общались. Да, продолжай. Мне вот все кажется, что проекты российские не могут похвастаться какой-то очень красивой анимационной режиссурой. Тут идет на сравнение вопрос. И, естественно, что мы не можем говорить о том, что у нас сейчас мы начнем делать с этой разрушенной анимацией в России какие-то проекты, они будут сразу на уровне студии Lion или еще какие-то проекты студии Lion в том числе выделяются так сильно не потому, что там хорошая анимация, а потому, что там хорошая режиссура. И то, как режиссер узнает, как использовать эту самую анимацию в самой сочной ее манере, в самом сочном ее воплощении, это и делает их работы такими особенными. И вот у нас не хватает режиссеров анимаций, которые могли бы выдавать такой уровень взгляда. Да, такой уровень понимания того, что они хотят сделать на креативном уровне, то есть на уровне передачи цветов, на уровне коллорбордов, на уровне стерибордов. Вот это проблема, которую я сейчас вижу с российской анимацией. Когда я начинал делать свой проект, когда вот я сейчас последние там месяца четыре пытаюсь выбить время на свой личный проект, который финансируется исключительно там мной и моей зарплатой, я пытался как раз в свое время уделить на вот эти все аспекты и изучать вот эти все приемы, даже не японские, а больше западные, потому что мне очень нравится какая там красивая, хорошая режиссура анимации. Мне кажется, что сейчас мы говорим про то, что анимация постоянно не стоит на месте, особенно анимация западная сейчас переживает после, особенно Человека-паука через вселенные, после Кота в сапогах, после что-то у нас еще такое прям черепашки Ниндзя выходили, все эти проекты наполнены невероятной очень крутой режиссурой. Возможно, даже как проекты мне они не все нравятся, вот я совсем недавно посмотрел Черепашек-Ниндзя, казались мне чересчур детскими какими-то с точки зрения истории, как будто не хватило конфликта, но тем не менее режиссура просто меня поражает каждый раз, когда я смотрю их. Пацаны и принцессы вы сейчас слышали, да, призыв к действию, надо прям большим уверенным строем пионеров отправляться на курсы режиссуры, на анимэшн-скул, потому что режиссеров мало, и здесь, правда, надо понимать специфику, да, разницу между опять же продюсером, лидом, режиссером, сценаристом, и насколько это разные профессии в плане того, что они не должны с... Они пересекаются друг с другом, как представьте себе диаграмму кругов, таких, когда вот они все, вот мы их все пересекли, где-то в центре их пересечения находится хороший продукт. Вся они друг с другом тоже, конечно, обязательно пересекаются. При этом у каждого есть своя роль в производстве и в пайплайне, которую не надо... Надо, во-первых, уметь доверять другим людям, которые работают с вами, во-вторых, надо уметь хорошо делать свою часть работы и понимать, за что ты ответственен, за что ты уже не сможешь быть ответственным. По поводу твоего проекта, неинтересно подать запрос там, точнее, в Animation Club на какую-то помощь активную с подвижничеством, то есть, может быть, в каких-то продюсерских решениях поиска соратников, может быть, привлечения финансирования и так далее, и так далее. Или ты принципиально не хочешь искать помощи от каких-то более крупных игроков, чем ты один? Я, на самом деле, очень поддерживаю историю, что каждый должен заниматься своим профессиональным делом и что, если я режиссер-аниматор, я не должен лезть в, например, создании музыки для проекта, потому что есть специалист, который делает свою работу и как бы нужно доверять друг другу. Ну, еще и шоураннер, да, еще, понятно. Да, но вот с моим проектом, то, что я сейчас делаю, я хочу добиться независимости, и чтобы добиться независимости своих креативных решений, я сейчас пытаюсь сделать заявление себе, то есть самый первичный, так сказать, ввод в историю, которую я продумываю, на самом деле, я это не один делал, у меня есть небольшая команда, которая со мной сотрудничает, мы работаем над там тизером, трейлером, потом пилотным эпизодом. Все это делаю для того, чтобы при, если даже нашим проектом заинтересуются какие-то шоураннеры, продюсеры, готовы выделить деньги, у меня был карт-блаш переговоров, что я могу сказать, что я знаю, как нужно сделать, я не хочу, чтобы мое креативное видение сильно ограничивали, потому что меня очень опечалила история, когда Киберслав сделали там сценарий для фильма, потом пришли к кинопоиску и им сказали писать сериал. С одной стороны, наверное, понятно, почему это так сказали, потому что они тоже знают, что нужно там для аудитории, но тем не менее, в моем творчестве я бы такого не потерпел, потому что я очень сильно топлю, так сказать, за креативный взгляд и свой личный опыт. Пускай это не какой-то там будет штевр, но я учусь на своих ошибках и я иду своим творческим путем. У меня какая-то такая позиция. Слушай, а прикинь, какая будет ирония, если ты придешь с сериалом, а тебе скажут, типа, не, чувак, делай полнометражку. Да, это будет, да, интересно. Вообще, насколько ты считаешь, есть ли смысл делать ставку на вот некое российское аниме, российский продукт в анимешной стилистике, или вот мы все-таки должны изотачиваться на том, чтобы искать свой стиль, компилируя мировой опыт и вот находить выражение чего-то самобытного. То есть, видишь ли ты шанс, что действительно в отечестве появятся вот прям, ну, не на уровне Рикони, да, не на уровне клипов, хотя, безусловно, они очень высококачественные, да, вот мы как раз с Бовкуном записывали подкаст тоже, ну, блестящая работа, но что-то уже более крупное, студийное и так далее, есть ли в этом смысл вообще? В этом смысл определенно есть, потому что аудитория, аудитория есть и аудитория жаждет, как мне лично кажется, из того, что я видел там на форумах ВКонтакте еще где-то, мнение разных людей, людям хочется увидеть какой-то качественный российский продукт. Был феномен Киберслава, который тоже мы уже обсуждали, в том плане, что как только они выпустили тизер, людей поразило не сеттинг там про Кибербакатыри, потому что, опять же, Бакатыри все уже, это уже избитая тема, которую там выпускают Мельница уже в десятый раз, а именно их поразило качество работы. Я считаю, что качество можно подкупить, и если будет российский проект с большим доверием аудитории к качеству этого самого продукта, то интерес разумеется, есть. И, разумеется, люди предпочтут в большинстве своем, наверное, российский продукт, находясь в России, чем такой же по качеству продукт из-за рубежа. Конечно, возможно, это все еще сохранится предубеждение, потому что предубеждение это у нас все, особенно с российским кино, если мы посмотрим, то никто вообще уже не верит. Но мне кажется, что качество можно подкупить. Ренессанс, вот как раз я хотел сказать про российское кино, что там в конце как раз десятых годов, переходя в двадцатые годы, начинается рост, наконец-то, качества именно. И вот здесь я, наверное, использую этот кейс, чтобы соглашаться с тобой к твоей аргументации, что как только у нас стали появляться продукты с хорошим качеством, с хорошим качеством картинки, с хорошим качеством графики, с хорошим постановкой света, режиссуры, да. Там, правда, игра начинает страдать иногда в некоторых местах, иногда логика сценария, но все равно народ стал проникаться интересом как бы к отечественной картинке, и это, безусловно, очень сильно радует. Те же самые, да, там, возьмем вампиры в средней полосы, которые просто сайпси, просто качественно сняты, блин. Или там, кибердеревня, да. Хорошая, качественная, интересная графика. Она классно сделана, она здорово сделана, там, не важно, какой сюжет, насколько он там замысловатый и так далее, главное, что это просто качественно сделанная, хорошая графика, приятно посмотреть на то, что у тебя приятно смотреть, у тебя просто не воротит, и ты не говоришь, а, черт, что это такое, как это было, собственно говоря, в нулевые годы. А если появлялся качественный продукт, то тогда сразу брали этого мастера и выкупали просто за рубеж, и все, и для отечества ничего не оставалось, потому что мастеров-то, в общем-то, наших работает много где порядком. Что ты преподавал в Animation School, кстати? Потому что сейчас я вижу, какую карточку преподавателя, но не вижу, к каким курсам это относилось. Введение в аниме-индустрию, это был второй класс анимации. У меня сейчас курс на Хиатусе, я не знаю, когда я смогу продолжить его, потому что, во-первых, я забит работал, во-вторых, я очень сильно хотел изменить, ну, это мой первый опыт преподавателя, поэтому, возможно, даже если студенту понравилось, мне там, у меня были сомнения насчет того, что я делаю, и я захотел сильно улучшить, во-первых, свои знания в этой области, чтобы быть более компетентным в том, что я рассказываю, потому что я считаю, что если ты преподаешь какие-то знания, то тебе нужно быть суперосведомленным вообще обо всем, что ты рассказываешь. Я считал, что у меня было много воды в курсе. Насколько я понял, студентам очень понравился курс, и я очень рад, что так все произошло, но я хочу еще лучше сделать, поэтому сейчас пока на Хиатусе. Если ты еще совместишься с тем моментом, когда будет уже выпущен твой пилот, и людям будет на что посмотреть не только в твоем портфолио на работе на японские студии, но и на то, что ты сам для себя просто сделал, я думаю, что это вообще, конечно, стрельнет просто колоссально, поэтому с нетерпением ждем, и мне будет очень интересно посмотреть самому лекции, послушать внимательнее, потому что, естественно, чем больше опыта мы набираем со всего мира, тем качественнее мы сами становимся, и не надо этого переживать, не надо этого бояться, не надо сейчас здесь страдать салавайнофилией, как бы хороший рост происходит тогда, когда ты забираешь самое лучшее, отсеиваешь самое ненужное, и вот тогда в этой селекции рождается новый, крутой, классный, мощный продукт. Такой вот праздный вопрос к тебе. Есть, да, Хаяо Миядзаки. Хаяо резко выделяется. То есть, когда мы смотрим работу Хаяо Миядзаки, когда мы смотрим другие работы других авторов, то Хаяо всегда будет выделяться своей какой-то жанристикой и так далее. Ты согласен с тем, что Джибари, он стоит как бы отдельным особняком в японской анимации, или это все-таки такое неправильное предубеждение? Я не согласен с этим утверждением, потому что я считаю, что любая студия с четко выраженным стилем отделяется от общей картины. Возьмем те же работы, например, Сатоши Кона, или возьмем работы, например, Юсаки. Ну, то есть имя твое, волчьи дети, да? Ну, Масаки Юасы, Масаки Юасы, вот я имел в виду. Дитя Погода это чье? Дитя Погода Синкай. Дитя Погода это не совсем то. Синкай, я считаю, что Синкай более похож на все остальное, потому что он делал все-таки чуть более мейнстримные вещи, хотя, например, Сузуми лично меня очень сильно поразило в том плане, что мне показалось на второй просмотр, что это гораздо более глубокий фильм, чем он, возможно, покажется рядовому зрителю. Это там те, которые про дверь в портал, да? Про дверь в портал. Я еще не смотрел, не спойлерил. Хорошо, не буду говорить тогда про него. На самом деле, если мы возьмем любого японского режиссера, который имеет при себе имя, имеет при себе независимость от инвесторов, потому что очень часто инвесторы решают то, что будет определяться вот там, что будет в самом аниме. И это очень плохо, потому что, как бы, креативное видение очень сильно давится. Если мы возьмем любого именитого режиссера, который может обойти вот этот вот самый фактор того, что инвесторы сильно давят за там все места, у нас получается продукт, который сильно отличается от общей массы. И даже если мы говорим про какие-то мейнстримные вещи, то все равно очень сильное различие в стиле будет. Потому что я, например, я не считаю, что аниме это как эта стилистика, потому что внутри самого аниме очень много различных стилистик. Возьмем тот же, вот, например, два сериала Винланд Сагу и с другой стороны противопоставим рейтинг короля. И по жанровому наполнению, и по, как бы, стилистическому наполнению, и, в принципе, по тому, как это снято, это совершенно две разные истории и как будто из разных вообще субкультур. Но на самом деле мы называем и то, и другое аниме. А есть, например, ту же Кослованию, которая больше похожа, чем оба эти сериала, на стандартный Сенон аниме с таким протагонистом, который там сражается с демонами. Мне кажется, что нет какого-то четкого стилистического определения, мы уже тоже говорили про глобализацию, глобализацию, где все друг друга вдохновляют, стали появляться работы, например, вот на Западе, которые очень сильно вдохновили аниме. Причем даже не только вот какими-то отдельными сценами, там, если мы говорим про 3D-шные мультфильмы, в которых используют такие приемы, вот, которые мы тоже уже обсуждали, там, типа, о Барри Панче, но и в целом по духу они сильно определяются. Вот я уже называл Кослованию, которая сильно похожа на все то, что многие называют это аниме. Или возьмем тот же коллаб этого, Скотт Пилигрим от Нетфликса, который делает, вообще-то, японская студия Масаки Юасы. Пилигрим делается в Японии, при этом там идет из того, что я видел, совсем не то, что было в комиксе, и мне кажется, что это довольно прикольно, что все учатся, и в итоге сама анимация прогрессирует, то есть не какой-то отдельный подвид из какой-то страны прогрессирует, а в принципе все, все друг у друга учатся, это очень круто. Если к тебе приходит, да, человек, говорит, типа, Ивакой, семпай, пожалуйста, там, короче, вот я хочу понять аниме, учиться его рисовать, дай мне какой-то домашний список литературы на лето, с чем, с какими тайтлами я должен ознакомиться, чтобы быть вот реально в тренде, ничего не упустить и понять реально до глубины аниме и, может быть, попасть тебе в команду. Какой бы тамбор ты выдал такой, обязательных тайтлов? Мы говорим именно про то, насколько человек смотрит произведения какие-то, или мы говорим про то, какие произведения полезны для того, чтобы работать в индустрии, потому что там есть несколько произведений, которые прям рассказывают. Для работы в индустрии, да, конечно, для работы в индустрии. Есть несколько произведений. Нет, смотри, он к тебе приходит и говорит, типа, я хочу, я вот не умею вообще, вот просто я ноль в плане этой стилистики, но я хочу обязательно с тобой поработать, чтобы мы были вот у тебя типа на одной волне. Какие тайтлы ты мне дашь, чтобы я с ними познакомился? Тут просто такой невозможный вопрос, потому что если человек ко мне приходит, он уже точно знает, что такое аниме, потому что у меня достаточно небольшая аудитория, я бы сказал, по меркам всех остальных. Ты будешь удивлен, но такие бывают. Некоторые люди до сих пор никогда не играли в MMORPG, например. Нет, я абсолютно уверен, что есть люди, которые не смотрели аниме, просто они скорее всего на меня не выйдут, потому что на меня можно выйти только через аниме. гипотетически так случилось, давай так. В принципе, ну конечно, это будет стандартный набор из того, что все смотрят самые популярные вещи какие-то, просто чтобы разбираться в том, что смотрят другие люди. Тут можно вообще на самом деле очень много проектов назвать, которые очень популярны. Но я бы назвал, наверное, «Магическую битву», «Атаку титанов», «Моба», «Годгиз», «Гуренлаган», «Киллакилл». По просмотрам можно прям пойти и посмотреть, что смотрят люди. И второй список это будет работы, которые больше сосредоточены на дом, как производится само аниме, какие творческие люди что делают. Это прежде всего «Белый ящик», который буквально посвящен там пяти девочкам, которые работают в аниме-индустрии. Потом есть у нас еще «Руки прочего» киноклуба. Это тоже «Масаки Юаса», кстати. Там тоже про создание «Ингме». Я бы очень пореконодовал «Бакуман». Там хотя про «Мангу», но в принципе там раскрывается суть индустрии, как она работает более или менее. Естественно, что везде это все приукрашивается в меру того, чтобы зрителей не травмировать, так скажем. Но в любом случае это вещь, которая написана людьми, которые описывают свою работу. То есть там чуть ли не автобиография взята. И вот «Бакуман» это одна из моих любимых работ, просто потому, что она рассказывает про творческих людей. Как творческий человек я очень часто себя узнавал на страницах. Про то, как человек загорается, как он вынашивает в себе идею, про то, как он стремится достичь чего-то. Я думаю, что это очень вдохновляющая вещь, поэтому я всем советую посмотреть «Бакуман». Ты меня сейчас навел на мысль, что Animation Club должен вкладываться в продюсерскими всеми силами, в производство какого-то сериала, может быть, мини-веб-сериала, который будет посвящен именно пиплайну отечественной анимации. То есть что у нас происходит в российской мультипликации, как это работает, чтобы подробно объяснить. Это, главное, офигенный учебник для всех, да, сразу же человек приходит обучаться анимации, сразу смотрит клево, мультфильм, смотрит про то, как делаются мультфильмы у нас в индустрии. Правда, эта штука может устаревать со временем, наверное, очень быстро будет устаревать, буквально пять лет, и все, пайплайн уже можно сносить. Там уже добавились новые вещи, особенно сейчас, когда внедряются активно и нейросети, и различные новые диджитал-инструменты. Вот я сейчас в последнее время прям залипаю на то, как блендер используется в 2D-анимации, потому что это просто блестящее решение. Кстати говоря, какие прогрессивно интересные штуки ты для себя подметил вот в японской индустрии за последние, там, соответственно, с того момента, как ты на нее работаешь, что изменилось, что интересно они внедряли, может быть, из технологических решений? На самом деле, это особенная история. Я уже говорил про консервативность японцев, и у нас недавно был в нашей группе аниматоров, которая работает в индустрии, разговор большой на тему искусственного интеллекта, который тоже уже сейчас упомянули, на тему того, будет ли, заменит ли нас всех. Ну, это стандартная тема для вообще всего мира, и кто-то у нас пошутил, что вот все еще на бумаге работают, а вы говорите, что у нас сейчас искусственный интеллект будет внедрять. Что, конечно, я думаю, что все продюсеры понимают, насколько трудно будет переключить индустрию, просто потому, что анимация сейчас так не работает, то есть искусственный интеллект не делает анимацию, искусственный интеллект максимум, что делает, это пока что промежуточные кадры, и, ну, в принципе, он даже промежуточные кадры делает не всегда хорошо. Там пока такая история... Поди это инвесторам, объясни это, и количество просмотров на итогах. Да, самое страшное для индустрии будет, если инвестор не понимает, что он делает. То есть, понятно, что это не будет нравиться людям, но инвестор это может устраивать, и вот если это устраивает инвестора, это плохо. Это не то, к чему должна стремиться индустрия, к сожалению. Вообще, я совсем недавно видел то, что вот искусственный интеллект внедряли в один из роликов, и это было воспринято очень негативно. Там был, по-моему, трейлер по Fate Grand Order игре, анимационный такой, и там была, по-моему, одна сцена буквально сделана, и это сразу было заметно, что там искусственный интеллект. Вообще, искусственный интеллект сейчас не может анимировать, на самом деле, это просто фильтр такой 2D-шный, грубо говоря, наслаивается. И я всегда думал, что еще какое-то время должно пройти. То, что делает искусственный интеллект, он берет ваше видео и, по сути, делает ротоскоп. Но ротоскоп это не совсем анимация, то есть это как бы подвид анимации, да, но он не будет выглядеть хорошо, просто потому, что в видео не запихнешь принцип анимации. Потому что принцип анимации это основополагающая вещь для индустрии. И искусственный интеллект нельзя просто так взять и научить этим самым принципам, потому что принципы работают таким образом, что их можно использовать, а можно и не использовать. Это все зависит от конкретного момента От конкретного какой-то мысли аниматора Поэтому Нельзя просто сказать Иди сделай там squash and stretch И все будет хорошо сразу Потому что, например Здесь должно быть чувство стиля Я могу хороший пример На самом деле привести Это битва Наруто с Пейном Это самое известное место Где применяли принцип анимации Где они не нужны были То есть анимация там по сути просто потрясающая Я всегда это всем говорю Что битва Наруто с Пейном Которую все ненавидят На самом деле потрясающая анимация То есть по принципу анимации это просто шедевр Другая проблема в том, что Эта битва идет после того, как один из Ключевых персонажей умирает И у нас начинается луни тюнс Это совсем не подходит стилистически По тому, что происходит в самом сериале То есть Бездумно принцип анимации нельзя использовать Чтобы научить искусственный интеллект И собственно внедрить в эти самые принципы По сути он должен уметь думать А когда он умеет думать Нам нужно беспокоиться совсем другом О том, что он там не решит устроить революцию И убийств всех человеков Как-то так Ну что ж, отличный, насыщенный, классный, потрясающий разговор Очень много пищи для ума Лично у меня, надеюсь, что у слушателей и у зрителей тоже Всем рекомендую подписываться на Ивакой На ютубе, в ВК Во всех соцсетях, куда вам дотянуться Все ссылочки у нас, естественно, обязательно в описании А также подписывайтесь, пожалуйста, на Animation Club Animation School И наш телеграм-канал подкаста Кто здесь аниматор? Где мы с вами постоянно общаемся Можем заранее задавать вопросы некоторым спикерам И решать, кого же мы пригласим следующим Слушай, я желаю тебе вот лично от себя Я желаю себе как можно скорее увидеть твой пилот Потому что я прям заинтригован Мне очень интересно Ребята, в принципе, могут к тебе писать И стучаться в команду? Или ты пока закрыт для таких вариантов? К сожалению, у меня пока что очень небольшой бюджет Поэтому я не знаю, смогу ли я вообще кого-то себе позволить сейчас Потому что... Может быть, кто-то будет заинтригован Поучаствовать в чем-нибудь Я очень рад, если ко мне будут писать и проситься на проект Потому что, опять же, я собираюсь делать достаточно... По-моему, у нас сейчас планируется 15 минут Но, возможно, мы сократим Потому что будет слишком сложно, если... Пилотный эпизод Чтобы его сделать, разумеется, мне понадобится помощь Просто проблема в том, что сейчас получить поддержку очень трудно Потому что, опять же, меня смотрит не так много людей И поэтому какой-то кровофайдинг собрать из ничего буквально мне не получится Но я надеюсь, что в свое время наш тизер залетит И мы сможем, так сказать, получить поддержку от всех людей Потому что я, на самом деле, уже несколько проектов делал как режиссер Тот же у Рика мы делали роботу с RT Там я больше как режиссер анимации был Я не делал по-настоящему ничего у своего То есть каких-то своих идей И у меня, на самом деле, есть несколько историй Больших, которые я придумал 5 лет назад Я подумал, что это такие мои проекты-мечты Которые я хочу воплотить в свое время Но я очень хочу, чтобы они были качественными Поэтому я не хочу их делать своим первым проектом И поэтому я сейчас делаю свой первый проект Который будет моим дебютом как режиссер И, возможно, потом я дойду до того, что хочу воплотить как свое На каких позициях тебе, в принципе, сейчас нужна поддержка? Тебе было бы интересно, чтобы люди пришли и такие, типа, блин Вот с барского плеча готов уделить время и сделать В основном, конечно, фаны Ну и аниматоры нужны У меня есть очень крутой композитор Я не знаю, каким образом это там такая прям фантастическая история получилась Я 5 лет слушал человека во всех соцсетях На него был подписан, на композитора японского Потом как-то он ко мне пришел и сказал Я фанат твоих работ, и мы вместе пришли к тому, что мы сейчас работаем над одним проектом То есть у тебя еще японский композитор? У меня японский композитор, он не такой известный Крутотень Но он делает очень крутые работы Мне не очень нравится Поэтому я считаю, что он идеально подойдет К тому, что я делаю сейчас Кайф, это кайф Это прямо очень круто звучит Слушай, ну это уже хорошо зарекомендованный проект В котором лид аниматор с таким хорошим портфолио, как у тебя И еще японский композитор С нетерпением ждем тизера С нетерпением ждем Я очень надеюсь, что Animation Club всеми силами подсобит в распространении и так далее И я тебе в свою очередь напоминаю то, что Киберслав как бы вообще-то с нулевым каналом выпустил трейлер И привлек огромное количество внимания Поэтому то, что у тебя уже есть какое-то имя, уже есть портфолио и так далее Мне кажется, что Мне кажется, вот сейчас просто вилами по воде Мне кажется, что никаких проблем собрать такую вот народную поддержку активную не будет Особенно учитывая сейчас, что очень много интересных идет работ с фондами И различной поддержкой финансовой Короче говоря, есть о чем поговорить, есть о чем подумать Главное, ничего не бояться, дорогие друзья Очень такой поверхностный совет Главное просто делать, главное стараться И однажды вы скажете Федору комиксу Помнишь, ты меня не взял? Ублюдок Нет, на самом деле Федору комиксу у меня только положительные отношения У нас у всех на самом деле положительные отношения к Феде Мне кажется, за последние три года причем оно очень сильно изменилось То есть если три года назад еще все такие, типа Федор не читал, а странный мутный тип То как раз с момента Феникса, с появления Феникса Все вот реально начало очень сильно меняться У меня наоборот, у меня сейчас она немножко подохладилась Но я все еще считаю, что это человек, который помог мне Вдохновил меня на вот эту всю мою карьеру Будем надеяться, что также ты кого-то вдохновил Заниматься анимацией Я тоже очень надеюсь на это Мы стали чуть ближе к тайнам японского продакшена А другу нашему Светлославу желаем успехов А также обязательно сделать еще один курс в онлайн школе Animation School А я напоминаю, что если вы хотите стать гостем нашего подкаста Рассказать о себе или о своем проекте Тогда напишите нам на почту Inbox собакаanimationclub.ru А в теме письма напишите Я здесь аниматор Прощаемся до следующей недели А с вами были Олежа Никитин и Рашид Дышечев Напоминаю, что наш партнер Онлайн школа анимации animationschool.ru Подписывайтесь на ютуб канал Animation School На каналы Мультоград, Вконтакте и Телеграм Это был подкаст Кто здесь аниматор Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии Оставайтесь с нами Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok